Сегодня в студии континентального вечера главный тренер Северстали Дмитрий Юшкевич и лучший бомбардир команды Павел Бучневич. Огромное спасибо, что пришли к нам в студию. У Северстали сейчас сложный период. Дмитрий, как вы считаете, вот когда трудности наступают у команды, лучше придерживаться четкого плана или наоборот предпринимать какие-то экстраординарные шаги для того, чтобы сломать стереотип, сломать шаблон? Что нужно делать? Ну, однозначно, я думаю, что шаблона не должно быть, потому что, когда поражения идут чередой, игроки привыкают и нужна какая-то встряска, нужно поставить игроков, может быть, не в комфортную ситуацию, немножко их встряхнуть, чтобы они приободрились. Но я думаю, самое главное то, чтобы игроки не переставали верить в успех. Павел, а вы что делаете, когда какие-то нелады с игрой? Что меняете в жизни? Не знаю, пытаюсь что-то новенькое для себя, но меняю подготовку, не знаю. Ну, в общем, что-то в обязательном порядке нужно менять. Паша меняет стиль. То у него борода и усы, то просто усы, то просто борода. То иногда вообще приходит полностью побритый. Так что он меняет. Хочу показать необычную вещь. В баскетбольной Евролиге тренер ЦСКА Дмитрий Светудис разрешил телевизионщикам заснять в раздевалке установку и показать трансляции. В какие была похожая история с Германом Титовым? Только в перерыве. Давайте посмотрим. Ребята, вот сейчас Митряк показал. Смотрите, не открывайтесь вот здесь на борту. Вот откройте, вот здесь выскочите, вот здесь в центр выскочите. Центр у них свободен вообще. Они вот все накатывают, центр у них свободен. Центр здесь открылся центрально. Или кто берет, бежит, ну здесь откройтесь. Дмитрий, можно ли с помощью таких нестандартных ходов взбодрить команду? Я думаю, что если завтра я на установке или какой-то игре следующей на английском заговорю, я думаю, это будет неожиданно для игроков. Надо попробовать. Но вы бы пошли на такой шаг. Ну, конечно. Я думаю, это нормально. Главное игрока вывести из комфортного состояния. В данном случае иногда поражения, они становятся комфортными, к сожалению. Поэтому нужна стряск. Все методы хороши. Я знаю один тренер, по-моему, финский специалист. Он стол распилил в раздевалке. Тоже хорошо. Дмитрий, когда у вас были трудности с тромбом в ноге 13 лет назад, вы занялись тэквондо. Расскажите, как это получилось у вас? Ну, в общем-то, получилось все спонтанно. Меня всегда интересовали восточные недоборства. Когда появилось свободное время, к сожалению, нужно было себя чем-то занять. Врачи запрещали заниматься чем-то контактным. Ну, и профсоюзная ассоциация игроков нашла мне тренера в Торонто. И я начал заниматься. И очень втянулся. Мне очень понравилось. Вот. И потом уже, когда год закончился, я вернулся в Калифорнию домой к себе. И вообще в Америке клубы тэквондо, они очень распространены. Их очень много. Вот. И недалеко от меня был клуб. Я туда записался, начал заниматься. У меня были хорошие успехи. И мне, что больше всего понравилось, что тренер сказал мне, что можно заниматься даже среди любителей, участвовать на соревнованиях. У вас зеленый пояс, насколько я знаю. Да, у меня зеленый пояс. Но это уровень? Ну, уровень. Павел, а у тебя достижения в каких видах спорта помимо хоккея? Расскажи. Да нету, когда просто начинал в хоккей еще в детстве играть, в футбол еще играл. Отец был футболист. Как-то я совмещал. Мама спортсменка у тебя. Мама лыжница была, отец футболист. И как-то... Ну, решили, что... Ну, сам выбирали футбол или хоккей. Выбрал хоккей. Так родители тонко намекнули, что в Череповсе с футболом не так хорошо, как с хоккей. Ну, с подругой на каток хотя бы ходишь? Нет, у меня катка хватает. Хочу Павла раскритиковать в присутствии его тренера. Тебя называют домашним мальчиком. Ты три четверти своих шайб забросил на родной площадке. А на выезде забиваешь мало. При том, что в Череповсе нет трансляционных возможностей для формата HD, поэтому вынуждены показывать твои голы в неважнецком качестве. Почему дома забываешь много, а на выезде мало? Не знаю, дома стены помогают. Я не знаю. Просто удачное стечение обстоятельств. Да и на выезде много моментов просто где-то бывает, не везет. Вратарь там хорошо собирается. Павел, доводилось считать, что у тебя сложный характер. В чем это проявляется? Давай, самокритичность включи. Не знаю, бубню всегда. Все что-то не нравится. А что-то не нравится, бубнишь тебе под нос? Ну да. То есть тренер тебе сказал, а ты идешь и что-то бубнишь? Ну да, все под нос. А дома тебе говорят о том, что у тебя сложный характер или только тренеры? Ну да, я думаю, родители уже привыкли. А вообще встречаются ли талантливые молодые игроки с покладистыми, добрыми характерами? Наверное, не встречаются. Но вот, как, наверное, исключение из правил, пришлось работать с таким игроком-то, звездой сейчас НХЛ и нашей страны Володей Тарасенко. Ну, там не было вообще проблем с Володей никогда. Но я думаю, что это еще и ушло от воспитания. И дедушка, и отец, и семья Володя воспитала так, что с ним не было никогда проблем. Павел, два года подряд в декабре ты готовился к молодежному чемпионату мира и выступал на первости. Вот сейчас ощущаешь, какую-то пустоту у сборной тебе не хватает? Ну, бывает там. Вечерами вспоминаешь финал с канадцами. Как бы все равно на фуна от воспоминаний. То есть есть такая восстановительность? Ну да. А вообще, вот самые яркие впечатления от этих двух молодежных чемпионатов мира? Ну, в Канаде, вот в Торонто финал. Мы вот только там выходим, ну, представлять на стартозвенок. Там, ну, я никогда особо не видел народа. Там 20 тысяч, там все в красном, в Красное море просто там смотришь по сторонам. Там плохо начали, наверное, из-за этого потерялись. Никто не видел столько народа. Адмитрий, а вы вспоминаете свой молодежный чемпионат мира 26 лет назад в Ванкоридже? Победный молодежный чемпионат мира. Что там было любопытного, такого невероятного? Я недавно вспоминал, когда обсуждали с семьей международную политику. И мне мама говорит, так это же наша Аляска-то. Я говорю, мам, так наша. Я в Ванкоридже был. И как-то, значит, разговаривать. И я рассказывал ей историю с того чемпионата мира. Она мне запомнилась. Потому что игра со шведами была определяющая. Она не была ни финальная, ни полуфинальная. Сетка турнира была немножко другая. Но однозначно было то, что две сборные примерно одного уровня. Сборная Советского Союза и сборная Швеции. И мы играем третий период и 3-2 выигрываем. И Сергей Федоров был удален. И вот он выходит на лед. И вдруг на льду оказываются две шайбы. И одну шайбу шведы забивают. Но судьи вовремя сориентировались. Дали свисток и гол отменили. Я думаю, что овертаймы 3 на 3 будут короткие. Они будут более интенсивные и более интересные для болельщиков. Ну и опять же, будет времени больше у хоккеистов останавливаться между играми. То есть вы не против того, чтобы в Кубке Гагарина уже в 2016 году были овертаймы 3 на 3? Ну, я не знаю. Я думаю, что это нужно испробовать, наверное, в чемпионате. Может быть, со следующего года ввести формат 3 на 3. И уже потом прийти с этим форматом в плей-офф. Но я думаю, нужно это испробовать в регулярном чемпионате. А вот Павел Бучневич в формате 3 на 3 играл бы у вас? Ну, сначала в плей-офф выйти, потом уже обсуждать. Хорошая идея. Для начала нужно попасть в плей-офф. Желаю успехов в Северстале. Спасибо, что пришли к нам.